Развитие Алтайского края – это один из ключевых вопросов, который сейчас стоит перед экспертами региона и даже России. За последний месяц субъект посетило около десятка федеральных министров. Для них наша территория интересна как один из путей для инвестиций. Это отметил даже министр экономики России Максим Решетников. Благодарил губернатора Алтайского края за грамотный подход к региональным мерам поддержки, которые реализуются в сочетании, в согласовании и в своего рода синергии с федеральными мерами поддержки. И он отметил, что не было другого региона, которому бы дали финансирование сразу на строительство трех новых заводов. Место для инвестиций было выбрано не случайно. Алтайский край – один из самых лучших регионов для наращивания отношений с азиатскими партнерами. Так Рапс, Лен и Сой уже успели завоевать китайский рынок. А некоторые предприниматели уже подумывают о создании завода в других странах. Вместе с этим сменилось и направление импорта. Преимущественно у нас Европа раньше была. Мы знаем Германия, Италия – производители станков и оборудования. То, конечно, сегодня Индия, Китай – это те страны ключевые, из которых наши предприятия оборудование ввозят. Со стороны логистики тоже проблем не возникло. К маршрутам на восток Барнаульский аэропорт подготовится без труда. А РЖД уже вовсю пробует новые транснациональные коридоры. Так, в июне прошлого года со станции Барнаул организованы первые перевозки по восточному маршруту через Казахстан, Узбекистан и Туркмению. С выходом на железнодорожную сеть Ирана. А также транспортные пути в Индию, Пакистан, Бангладеш, другие страны Юго-Восточной Азии. За семь месяцев этого года по этому коридору направили более 38 тысяч тонн. Сейчас в тестовом формате ведутся работы для перевозки муки из Барнаула по восточному коридору в порт Бендарабас. Если все пройдет успешно, то до конца года в Иран поступит около миллиона тонн продукции. Валентина Аскерова, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.